Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой пятидневки, когда после выходных мы возвращаемся на финансовые площадки, чтобы оценить тот фундаментальный фон, который сложился по итогам последней торговой сессии. Последняя торговая сессия у нас, соответственно, пятница, поэтому сегодня мы будем говорить о том, что же интересного случилось за пятницу и, соответственно, за выходные. Сказать то, что в эти выходные нас ожидал уже, как итоги, какой-то серьезный новостной фон, который мы можем сейчас отыгрывать, будет не совсем правильно. Хотя Трамп стал президентом, и я думаю, что с данным фундаментальным посылом и новостью ни один другой фундамент просто не в силах совладать. То, что политическая картина в США остается сейчас ключевым триггером рынков, это совершенно очевидно. И мы видим, как на победу Трампа отреагировал доллар. Мы видим то, что происходит с рисковыми инструментами, понимаем то, что происходит и с сырьевыми активами. Основная идея – это президентство Трампа, обсуждение рынком последствия, собственно, его лидерского нового статуса, когда он, собственно, поменял Ампуа из ведущего бизнесмена в лидера и, соответственно, руководителя ведущей экономики мира. Конечно же, трудно сейчас оценить четко последствия, к чему это приведет. Нам остается только гадать, прогнозировать. Но, судя по реакции американца, которую мы сейчас видим, трейдеры, которые делают ставку на рост доллара Боша, закладывают уже позитивный исход. И считают то, что решение американских избирателей, электората, может быть весьма результативным для американской экономики. Потому что сейчас все говорят про программы Трампа по поводу развития колоссального количества инфраструктурных проектов. И, собственно, к тому, насколько эти проекты простимулируют темпы экономического восстановления американской экономики. Действительно, плюсуют сейчас не только доллары и американская фондовая секция, что в целом явно указывает на то, что на рынке преобладают оптимистичные настроения. Но вот что касается рисковых активов, то, как я уже отметил, им приходится под натиском, опять же, американца отступать. Начинаем мы неделю с очень хорошего настроения. Потому что целый ряд наших долгосрочных инвестиционных идей наконец-таки реализовался. А часть идей находится в непосредственной близости от тех профитных значений, которые мы придерживались еще на прошлой неделе и более длительный период назад. Во-первых, евро-доллар. Наша цель 1.08 наконец-таки пала. Потому что сейчас мы уже констатируем значение 1.07.93. Доллар японская, иена, улетела в космос. Оказалось, гораздо выше тех значений, которые мы закладывали в основу наших среднесрочных ориентиров. В пятницу, да, мы с вами решили поспекулировать в порядке использования и возможности локального отката. Пара скорректировалась. Минимальное значение было 106, иен против американца. Потом, правда, началось быстрое восстановление. И это восстановление поддержалось и этим спросом на американца, который мы наблюдаем на сегодняшней азиатской торговой сессии. Если вы не вышли из короткой сделки и сейчас вынуждены наблюдать минусы, я считаю то, что его нужно сразу же порезать. Потому что, учитывая те амбиции, с которыми американец сейчас продолжает двигаться вверх, я думаю, что пара USD иена такими стараниями очень быстро доберется до следующего сопротивления. 110 иен против американца. Это гораздо выше той цели, которую ранее ставили мы. Но поскольку ралли такое очевидное разворачивается и набирает силу с каждым днем, к нему нужно, конечно же, присоединяться. И пока не стоит мудриться с возможности торговли против этого трендового движения. О наших излюбленных валютных парах мы, разумеется, поговорим подробнее тогда, когда наступит черед, опять же, оценки того фундамента, который отвечает за определенные регионы и, соответственно, валюты, которые за ними стоят. Я еще раз хочу напомнить то, что сегодня у нас, поскольку понедельник, значит, время нашего традиционного вебинара, который состоится в 16.30 по московскому времени. Если у вас есть физическая возможность присутствовать в прямом эфире, я буду с огромным удовольствием вас, собственно, наблюдать. И если у вас будут вопросы, вы также можете в формате онлайн их мне задать. Если нет такой возможности, ничего страшного, потому что запись будет доступна на нашем официальном канале на YouTube. Можно будет посмотреть ее после. Вебинар на неделю, соответственно, мы стараемся определить среднесрочные цели в рамках пятидневки, поэтому он сохранит свою актуальность до конца недели. И повторяю, что вы всегда можете оставить любой комментарий, задать любой вопрос на нашем форуме о маркетсе и, соответственно, на канале на YouTube под свежими видеовыпусками. То есть, если в порядке, опять же, дейтрейдинга у вас возникла какая-то идея, либо возник какой-то вопрос, не нужно обязательно дожидаться, опять же, нашего вебинара, который проходит по понедельникам, либо ждать от брифинга, который проходит в прямом эфире, также в 9.30 по московскому времени. Пишите прямо внутри дня, я стараюсь мониторить этот канал коммуникации наш с вами и, соответственно, с большим удовольствием отвечаю на все ваши вопросы. Но не забывайте также оставить лайки, которые имеют очень большое значение, прежде всего, для спикеров и позволяют оценить, в принципе, интересы к контенту. Если есть пожелания в плане добавления инструментов, либо, скажем, есть пожелания по поводу того, что нужно сделать акцент на какой-то другой сектор, либо фонды, либо, опять же, актив рынка Форекса, я с удовольствием пойду вам навстречу и готов, собственно, освещать и перспективы того актива, который вас интересует. В общем, готов делиться фундаментом по самым актуальным сейчас новостным событиям и перспективам, соответственно, активов, которые реагируют на этот фундамент. Давайте начнем теперь с нефти. Здесь, конечно же, мы говорим про снижение и в связи с этим настроением у нас должно быть на порядок выше, чем, к примеру, недели назад. Хотя и на прошлой неделе у нас было настроение на хорошем уровне, потому что мы дождались серьезной коррекции. Но сейчас Brent реально продолжает валиться вниз. 45 долларов за баррель – это поддержка, которая пала. Минимальное значение в пятницу – 44,60. Сейчас актив торгуется на отметке 44,74. То есть мы в пятницу переписали минимальное значение, по-моему, с середины сентября. И я думаю, что любой, кто интересуется перспективами нефти, опять же, спросит у вас, какова причина слабости нефти, уверен, что вы, не раздумываясь, сможете дать четкий и правильный ответ. Потому что фундамент за последние, собственно, несколько недель у нас ничуть не изменился. Мы ждем с вами Венскую встречу, которая состоится 30 ноября. И понимаем то, что на позитивный исход рассчитывать явно не стоит. Ну, были, конечно же, надежды еще перед публикацией октябрьского доклада по объему добычи в рамках ОПЕК. То, что если бы мы увидели замедление и спад производства по отдельным регионам, если бы мы не увидели переписи исторического максимума по добыче, тогда, может быть, были легкие условия и предпосылки говорить о том, что все-таки ближний и восточный картель действительно заботится о текущих объемах предложения и испытывает, собственно, ответственность за то, что происходит на рынке углеводородов. И понимает то, что прежде всего нужно корректировать объемы добычи самой организации ОПЕК. И уже только потом с этой инициативой выступать в более расширенном составе и говорить о том, что эту идею нужно поддерживать и другим производителям. Но у нас нет единой позиции даже в рамках ОПЕК. Вместо того, чтобы придерживаться предварительных договоренностей алжирской встречи, то, что диапазон добычи должен был быть зафиксирован на уровне 32,5-33 миллиона баррелей в сутки, сейчас мы видим то, что эти даже предварительные договоренности не соблюдаются. Вернемся, собственно, к докладу ОПЕК. В прошлую пятницу мы на него уже делали ставку, то, что объемы добычи за прошлый месяц выросли на 230 тысяч баррелей в сутки, доведя, 240 точнее, общий показатель добычи до 33-64. Международное иноритическое агентство считает, что истинная цифра повыше не 33,64, а 33,83. Дальше всех пошел Блумбер, который, судя по ихнему субъективному анализу по отдельным уровням добычи в Нигерии, в Ливии, в Ираке, в Иране, Саудовской Аравии, объемных Арабских Эмиратах, Кувете, позволяет говорить о том, что планка выше 34, и производство продолжает увеличиваться. Конечно же, это исторический максимум, это гораздо больше, чем нужно в мировой экономике, а если мы с вами еще делаем акцент на слабости, в принципе, которые может продлиться и дальше, в 2017 году, получается, что у нас нет вообще никакого, даже малейшего повода говорить о возможности достижения баланса. 30 ноября состоится встреча в Вене нефтедобывающих стран. Уже совершенно очевидно то, что страны, которые не относятся к ближневосточной организации, не хотят лоббировать и поддерживать инициативу по солидарному ограничению добычи, потому что ОПЕК не снижает производство, а ОПЕК, судя по всему, действительно не будет это делать. Помимо этого, у нас есть еще особняком стоящий американский регион, экономика США и, соответственно, состояние развития их энергетической конъюнктуры и рынка энергоресурсов. И мы традиционно обращаем внимание на этот регион, следим за статистикой по запасам, ростам, за статистикой по количеству нефтяных платформ от Baker Hughes. У нас за прошлую неделю снова плюс 2 штуки и фактическая цифра сейчас по буровым по числу 452 штуки. То есть, тренд увеличения нефтяных терминалов сохраняется, соответственно, это статистика, которая позволяет нам рассчитывать на увеличение добычи, да и плюс ко всему у нас с некоторых пор уже актуальная, весьма актуальная идея, как следствие президентства Трампа и влияние на рынок энергоресурса в рамках США. Буст и поддержка для сланцевого производства, снижение, точнее, смягчение регуляторного контроля и, может быть, действительно, еще более динамичный темп в перспективе ближайших кварталов, может быть, чуть побольше, конечно же, увеличение числа терминалов, роста добычи как цель повышения энергетической независимости Соединенных Штатов Америки. Все это сейчас единым фронтом бьет по котировкам нефти. Мы понимаем то, что неспроста актив снижается. Уже давно приняли верное решение о том, что это не просадка локальная, это не коррекция после переписи локальных максимумов. Это уже сформированный нисходящий тренд, который способен завести бренд еще ниже даже текущих значений. Наша цель с вами 42 доллара за баррель. Я считаю, что мы имеем все основания, чтобы не отказываться от еще более глубокой коррекции этого актива и ставить, собственно, на достижение этой цели. Рубль против американца 65.76. Здесь также мы с вами в плюсе, потому что реализуем буквально каждый день наши идеи по девальвации. Правда, наша цель максимума еще не достигнута. Нам нужно 67 рублей против американца. И учитывая, как снижается нефть, я думаю, что 67 это также будет лишь уровнем перевалочного такого момента, перед тем, как пара двинет еще выше. Потому что у нас сохраняющаяся обычая ралли доллара, у нас сохранение понижательного давления на, соответственно, нефть и у нас четкое понимание того, что, скорее всего, американская валюта в преддверии повышения процентной ставки способна набрать еще большую высоту. Даже если абстрагироваться уже от политической темы, а снова вернуться к нашей с вами излюбленной теме, связанной с нормализацией денежно-кредитной политики, получается, что это ралли, оно, скорее всего, будет продолжено и дальше. Поэтому я даже не хочу рекомендовать вам сейчас рассмотреть возможности коррекции пары USDRAP, потому что совершенно очевидно, со всей ответственности заявляют, что пара будет идти выше. Значит, наша с вами цель актуальна. Я думаю, что перед, скажем, закрытием 2016 года мы сможем протестировать, как обычно, уже исторически сложилось в последние годы, заключительный месяц, протестировать локальные экстреммы. В данном случае по паре USDRAP это значение 67-68, ну уж 100%. Европейская валюта против доллара. Актуальные котировки 1.07.93, как я уже отметил, наша цель с вами реализована. Как действовать дальше? Я считаю то, что мы сейчас находимся на пороге серьезного изменения, которое может происходить в динамике американской валюты. Да, для тех, кто находится в затяжных сделках очень давно, то есть и продавали пару евро-доллар с уровней гораздо выше, там, к примеру, 1.12, здесь вам, наверное, уже в любом случае нужно держать эту короткую позицию и ставить на движение в район следующей поддержки чуть ли не на уровне 1.05. Но вот что касается краткосрочных трейдеров, которые смогли использовать коллекционный потенциал, ну, небольшой, там, фигура чуть больше, Я думаю, что здесь сейчас может быть даже лучше принять решение о том, чтобы выйти из пары евро-доллар, потому что то ралли, которое мы сейчас наблюдаем по американцу, оно ведь должно иметь какую-то паузу. Мы растем вот уже которую сессию подряд, и это не просто рост, это практически переписи многонедельных, потом уже многомесячных максимумов без какого-либо вразумительного локального отката. Это нонсенс, конечно же, пара должна все-таки дать передышку тем трейдерам, которые уже находятся в хорошем профите, чтобы собраться с мыслями, прикинуть, как действовать дальше. Поэтому я допускаю то, что для краткосрочных идей мы в ближайшее время сможем дождаться не только даже консолидации по доллару, а может быть и коррекции, там, на фигуру 2, может быть даже 3. И только после того, как рынок пройдет вот эту фазу оправданной, необходимой логичной коррекции, чтобы снять напряжение с рынка, мы сможем снова вернуться к восстановительной динамике и, соответственно, к росту доллара против основных конкурентов. Поэтому по европейской валюты для долгосрочных трейдеров ждем 1.05, для долгосрочных сейчас лучше выйти из этой валютной пары. Ну, если хотите рискнуть, то, наверное, будет не лишним и совершенно не глупо сейчас попробовать поставить даже на рост евро и против американского доллара. Что касается фундамента, здесь каких-то интересных макроэкономических событий сейчас отметить нет возможности, потому что важных отчетов в пятницу опубликовано не было. У нас идея остается старой, то есть это расхождение монетарных политик, соответственно, между ЕЦБ и между ВРС. У нас разница спреда доходности между европейскими облигациями и американскими. У нас системные проблемы со статистикой и все-таки ожидание того, что в декабре, если индекс потребительских цен не сможет уверенно закрепиться выше отметки 0,7%, ЕЦБ может продлить действие программы количественного смягчения на полгода вперед, то есть до конца летнего сезона 2017 года. Но это только декабрьское заседание. У нас еще полноценный месяц практически впереди до того, как отличится ЕЦБ с потенциальной решительностью. Поэтому нам нужно понимать, что вряд ли евро так вот легко позволит сейчас продавить себя еще ниже, особенно после пробоя поддержки 1,08%. Поэтому, чтобы не повторяться, я просто еще раз делаю акцент на то, что сейчас велика вероятность локального восходящего движения. Дальше идем. Фунт против американцев. Здесь в целом ситуация не изменяется. Мы видим то, что британская валюта сейчас зажата в довольно узком для себя, несмотря на то, что это волатильная пара в диапазоне в несколько фигур. Обычно мы говорили про движение в 300-400 пунктов в рамках недели. А сейчас фунт явно представляет, скажем, условия затишить перед дурой. Ну, можно так сказать. Наверное, да. И это затишить, скорее всего, перед еще более глубокой коррекцией, которую мы непременно должны дождаться. Вот, к примеру, фунт сейчас, наверное, один из немногих рисковых активов, который пока, уверенно, сопротивляется росту доллара. Хотя я даже не знаю, с чем это связано. По идее бы, что фунт должен был бы оказаться на более низких ценовых значениях, чем та же самая европейская валюта. Потому что идеи в плане стимулов, они тоже сохраняют свою актуальность. То есть, это такой же контраст политика Банка Англии и ФРС. Это такой же спред доходности, только в отношении фунта у нас еще и последствия Брекзита. Поэтому я снова рекомендую вам рассматривать здесь исключительно короткие сделки и оставить на нашу с вами прежнюю цель 1,20. Доллар японская иена. Котировки 107,55 сейчас мы видим на экранах наших терминалов. В частности, если говорить про USD иен, здесь ключевым триггером для роста выступают уже планы, которые трейдеры строят по президентству Трампа. О том, что он проводит сейчас активное, точнее, планирует. Конечно же, еще ничего не было сделано, только планы, бюджетное стимулирование, корпоративная реформа налогообложения и торговая реформа. Все это, в целом, должно привести к росту индекса потребительских цен и настроить нас на более жесткий подход к перспективам денежно-кредитной политики США. Как я уже отмечал, сейчас вероятность того, что ставка будет повышена в декабре чуть ли не 80%. Это действительно так. И такую статистику мы, конечно же, наблюдаем благодаря президентству Трампа. Потому что на текущий момент трейдеры переключились от идеи неопределенности рисков, с которыми может столкнуться американская экономика, а с тем, что Трамп, действительно, будучи человеком, который отвечает за свои слова, начнет реализовывать амбициозные инфраструктурные проекты, которые по капитализации составляют охватывать больше нескольких сотен миллиардов долларов. И это создаст и новые рабочие места, и, может быть, действительно, простимулирует экономическое восстановление и удвоит показатели УП. Как обещал Трамп в ходе своего весьма пылкого выступления, когда стало ясно, что именно он стал президентом, 45-м президентом США. Помимо Трампа, есть еще и более приземленная, скажем, риторика в отношении перспектив денежно-кредитной политики США. Это вице-председатель ФРС Стэнли Фишер, который выступал в пятницу, отметив то, что ФРС сейчас как никогда близка к целям по инфляции и рынку труда. На рынке массу аргументов в пользу того, что нужно уже повышать процентные ставки, и это решение будет анонсировано в конце 2016 года. Плюс ко всему у нас еще и мячиканский индекс на довольно неплохом уровне, который локально поддержал ралли американца. И еще комментарии министра финансов Японии и председателя банка Японии Курады, вот буквально свежие, несколько часов. О том, что банк Японии держит руку на пульсе, следит за ситуацией, которая откладывается на национальном валютном рынке. И в случае резкого роста иена готов действовать, вмешиваться либо через интервенции, либо снижение ставок по депозитам. То же самое, что мы уже неоднократно слышали. Но если допустить то, что такая риторика влияет на поведение USD иена, трейдеры почему-то сейчас верят этому больше, чем, скажем, месяц, либо два назад. Когда пара котировалась рядом с отметкой непосредственной близости от 100, и мы помним то, что такие комментарии в целом не провоцировали. Ослабление японской валюты. Напротив, пара как будто магнитом была удерживалась рядом с этой очень важной поддержкой. А сейчас уже меньше, чем за неделю. Действительно, итоги президентских выборов мы с вами подвели в среду. Сегодня у нас в понедельник меньше, чем за неделю. Пара уже показала прирост больше, чем практически на 700 пунктов. Конечно же, это очень много. Конечно же, такое ралли не может быть продолжено безоткатно. Сейчас весьма велика вероятность того, что мы увидим все-таки коррекционную фазу такого восходящего движения. И эта коррекционная фаза может снизить пару USD иена чуть ли не до поддержки 105 иен против американца. Для долгосрочных трейдеров здесь нам нужно уже оставить более высокие ценовые значения, потому что мы добрались до нашей долгосрочной цели с вами. Долгосрочная цель это 110. Для тех, кто хочет все-таки рискнуть и понимает то, что безоткатно, разделяет мою позицию, пара не может двигаться выше. Здесь можно поторговать, скажем, на коррекцию с потенциалом получения профита в 150-200 пунктов. Ну, наверное, не больше. Потому что все-таки сила Трампа, его сейчас уверенность в том, что он будет лучшим президентом для США и все-таки сможет реализовать те амбициозные планы, которые поставил. Этот, конечно же, фундамент все-таки сильнее. И, плюс ко всему, неизбежно приближается декабрьское заседание, когда, скорее всего, 99% мы с вами дождемся повышения процентной ставки. Чтобы особенно не останавливаться на других валютных парах, я просто вкратце подведу итоги. Австралиец против доллара снижается. Наша цель будет реализована вот прямо в считанные, уверен, часы. 0,75 сейчас котировки. 0,75, сейчас секундочку, 43. Наша цель 0,75. Новозеландская валюта снижается более динамично. В частности, сейчас торгуются на уровне 0,70,88. Но здесь и до профита нам подольше идти. 0,70 у нас цель. Негативным моментом на сегодняшней азиатской торговой сессии выступила публикация слабых данных по Китаю, которые снова обратили внимание трейдеров на слабости китайской экономики. Промышленное производство 6,1%, очень низкое значение. Роничные продажи просели еще сильнее с 10,7% до 10%. В общем, мы готовимся к еще более глубокой просадке по ВВП к слабым цифрам, которые будут влиять на одних из основных стратегических партнеров Китая. Точнее, Китай является основным стратегическим партнером для Австралии и Новой Зеландии, учитывая зависимость именно на сырьевой конъюнтуре и спроса на основные экспортные товары этих стран. В общем, ждем сохранения коррекционной динамики по обоим валютным парам. И поддерживать, опять же, идею снижения будет еще и растущий доллар. USD-свиси у нас в одном шаге от приоритетного значения. Уверен, что в этот раз силы доллару все-таки хватит, чтобы добраться до значения 1.0 по паре USD-свиси. USD-кат здесь также реализована наша с вами уже сверхдолгосрочная цель. Я думаю, что уже говорил про это. Мы смело можем отвести паре USD-кат статус самого доходного дуэта валютных активов в этом году. Потому что мы смогли получить профит больше, чем в одну фигуру, раз 6-7 за последний год. И то ли еще будет. Потому что в данном случае пара USD-кат, в отличие от многих других активов, больше подвержена такому логичному фундаментальному анализу. Снижение нефти не оставляет никакого шанса канадской валюте. И хай, собственно, последних дней 1.3562. Я думаю, что нам здесь также нужно уже иметь совести. Уже взяли очень много, добрались до значений, которые, возможно, были, хоть и возможны по достижимости, но не так быстро. Поэтому, как я уже отметил, сейчас, наверное, все-таки даже каккосрочно лучше делать ставку на коррекцию. Но это идея против трендового движения. То есть она изначально сопряжена с очень большим риском. Это для тех, кто все-таки любит рисковать. И я уверен, что среди вас много таких. Из важных событий сегодняшнего дня. В 18.00 конференция представителей Европейского центрального банка Драги. Не хочу сейчас строить прогнозы о том, чему она будет посвящена. Все-таки больше даже политической системе, политической картине и последствиям президентства Трампа. Либо все-таки Драги будет непосредственно говорить про монетарную политику и про крайне низкие значения по индексу потребительских цен. Ну и строить, соответственно, с этим прогнозы того, что может произойти в денежно-кредитном курсе еврозоны. Итоги этого мы подведем с вами уже завтра. Но наши самые оптимистичные ожидания, они уже реализованы. Мы добрались до уровня 1.08. Кодовое слово на сегодня президент. Величина бонуса 16% действует он до следующего брифинга, который, как и всегда, состоится в прямом эфире завтра в 9.30 по московскому времени. Еще раз напоминаю, сегодня в 16.30 состоится вебинар «Правильный понедельник», где мы еще раз пробежимся по основным фундаментальным событиям прошлой недели и поставим среднесрочные ориентиры до конца этой пятидневки. На этом все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.